Большой коррупционный скандал разразился в Алматы вокруг строительства модульного инфекционного госпиталя. В СМИ просочилась информация о хищении 3 миллиардов 900 миллионов тенге. Сегодня в антикоррупционной службе частично подтвердили эти сведения. В ведомстве сообщили, что проводят расследование в отношении ряда сотрудников управления комфортной городской среды Алматы, которое возглавляет Саппар Нурашев. Моя коллега Ардак Камал присоединяется к нам в студию. Ардак, добрый вечер. Что удалось узнать по этому делу? Добрый вечер. Информация на данный момент поступает разная. Так, в телеграм-канале чиновники ИЗ пишут о том, что кроме руководителя управления комфортной городской среды Алматы Сапара Нурашева, в деле фигурирует и директор ТОО «БиАй Индастриал». Их якобы обвиняют в растрате в особо крупном размере. В апреле 2020 года совершили хищение бюджетных средств в сумме 3,9 миллиардов тенге из выделенных 5,5 миллиардов тенге на строительство модульной инфекционной больницы на 200 койко-мест для усиления мер по снижению распространения коронавирусной инфекции в городе Алматы. 45-летнего Сапара Нурашева назначили руководителем управления комфортной городской среды в июне прошлого года. До этого он был заместителем руководителя этого управления. Сапар Нурашев окончил Алматинский технологический университет и Казахскую головную архитектурно-строительную академию. Был главным специалистом и возглавлял отдел коммунального хозяйства Алмалинского района Алматы. Некоторые казахстанские СМИ написали о его задержании. Но в Акимате Алматы эту информацию опровергли и даже сняли видео, где он сидит на своем рабочем месте. Меня никуда не вызывали, никто не информировал. То есть работа продолжается? Да, конечно, работа продолжается. В антикоррупционной службе, где ранее сообщали о задержании Нурашева, позже отказались от своих слов. И все же они подтвердили, что в отношении ряда сотрудников управления комфортной городской среды Алматы проводится досудебное расследование по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере». А в строительной компании ответили, что информации о задержании директора их организации BI Group не соответствует действительности. Якобы никакой информации от антикоррупционного ведомства или других организаций они не получали. Модульный госпиталь возвели в апреле прошлого года всего за 18 дней. Тогда директор BI Group Алматы Айдос Мукатаев сообщил, что его компания ничего не заработала на строительстве модуля. Но если грубо посчитать и разделить стоимость госпиталя в 5,5 миллиардов тенге на 280 койко-мест, то выходит, что на каждое место потратили почти 20 миллионов тенге. Только ссорила. Только надо сюда ездить. В ноябре в сети была информация о том, что госпиталь якобы не выдержал холодов. И первыми заморозками его закрыли, а всех пациентов перевели в другое учреждение. Но позже в Управлении здравоохранения сообщили, что с отоплением все в порядке. И модульный инфекционный стационар закрыли на санитарную обработку. Ордак, а сейчас эта больница работает? Нет, Наташа, он все еще закрыт. Но в прислужбе Акима Алматы сообщили, что он начнет принимать пациентов с 20 января. Спасибо, Ордак. Продолжение следует...